В зоопарке жил страус. Он умел и любил прятать голову в песок, в противовес общему мнению, что все страусы так делают. Никто так не делал страусов. Да и он тоже. Но служитель закапывал туда страусиные лакомства, и когда собирался народ, незаметно щёлкал пальцами, давая сигнал, что они там, и страусиная голова скрывалась в песке, а все думали, что он бродит и боится того, что вокруг, и радостно смеялись, потому что бздили все. Страуса взяли в цирк, и там он проделывал свой нехитрый номер ко всеобщему восторгу. Популярность его росла, и остальные номера постепенно теряли престиж и актуальность. Уволены были акробаты, жонглёры, глотатели огня и даже клоуны, которые долго сопротивлялись. Но смеяться-то всем было неохота, а тихо радоваться, глядя на якобы испуганную птицу, в самый раз. Но как-то страус заглотил вместе с лакомством немного песка и издох. Некоторое время его имитировал последний неуволенный клоун, закатав себя в перьями и вытянув шею. Но успеха не имел, и цирк закрылся, так как все уволенные артисты за это время потеряли квалификацию, и выступать стало некому. Но народ не унывал, сходились, глядели на купол закрытого цирка, вспоминая прошлые представления, а некоторые и допрошлые с циркачами. И это заменяло все пропавшие зрелища в какой-то степени. Продолжение следует...